Всех приветствую в 2024 году. Тема сегодняшнего топика Проживет ли кот? Кот это животное из семейства кошачьих. Кто забыл, обычно живет дома с человеком домашний кот. Проживет ли кот на российский мрот? Мрот это минимальный размер оплаты труда. До сегодня с 1 января 2024 года он вырос аж на 3000 рублей до вот этого вот значения. Собственно вот кот сидеть. Он будет играть главную ведущую роль нашего сегодняшнего экономического обзора. Кот довольно умный, я надеюсь по нему это видно. Зовут его царь. Ну просто зовут его царь. И он сегодня расскажет сможет ли он прожить на российский мрот. Ну естественно речь о том, если кот ест продукты, которые вы специально покупаете для кота. Если он ест ваш суп, вашу кашу, то возможно тут совершенно другая математика будет. Это будет дешевле значительно. Но если мы специально для кота что-то покупаем, сухой корм или не сухой корм, тогда ситуация меняется и кот становится потребителем. Ну давай тебе немножечко дадим икорочки красненькой. Ну надо угостить, все-таки Новый год и это все-таки главный ведущий нашей передачи. Как не угостить. Кормление красной икрой в наш экономический обзор не включается. Это в виде исключения. Только когда есть красная икра. Красная икра у меня не каждый месяц даже бывает. Начиная это видео, я откровенно говоря еще не знаю, каков будет результат. Хватит ли коту, который не пользуется общественным транспортом, не покупает себе одежду, вот этой суммы чисто на еду и на ветеринарные услуги. Еще довольно весомой частью затрат на кота является туалет. Туалет кошачий тоже стоит денег. Нужно покупать кошачий наполнитель. Показывать кошачий туалет желания у меня нет, зато я покажу сам наполнитель. Вот он, называется Котэ. Ну и 20 килограмм стоит 11 588 по скидке. Да, это отечественный, дорогие друзья, наполнитель. Вот такие вот на него цены. На одного кота в месяц нужно примерно 10 килограмм. Ну то есть, вот эта сумма делится на 2. 11 588. Да, дорогие нынче туалеты, дорогие друзья, для котов. У меня, кстати, еще дороже. Не знаю, почему начал с туалета, но как-то так вышло. В общем, ежемесячно кошачий туалет обходится в 5 794 рубля по скидке. И у меня дороже, на самом деле, у меня более дорогой. В этом видео я стараюсь экономить. То есть, вот нашел дешевый кошачий туалет. На самом деле я плачу больше. Но ради того, чтобы все-таки за мрот не вылазить, вот как-то нашел такое вот. А вообще можно же сэкономить, найти где-то опилки вообще. И тогда будет бесплатно. Надо просто знать, где искать. Но в большом крупном городе проблематично найти опилки. Их можно разве что купить. Давайте-ка поищем. Все-таки 5 794 рубля. Это вообще четверть мрота. И это много. Я попробую поискать опилки. Купить. Сильно долго искать не пришлось. Тут даже, кстати, написано, что 38 рублей на 100 грамм она стоит. Соответственно, на 10 килограмм это 3800. Правда, эффективность опилок, я думаю, ниже, чем предыдущего кошачьего наполнителя. Но, допустим, она одинаковая. Пускай будет 3800. Дорогие друзья, это самое дешевое, что я вот нашел. Переходим к питанию, дорогие друзья. Вкусная икра. Вкусно? Давай проверим. Итак, сухой корм во второй миске. Кот его не очень любит, честно скажу. Поэтому его не так много идет. В основном на ночь его оставляю, чтобы он не будил ночью. А было ему что пожрать. Вот таких вот в месяц ему нужно парочку. Но пускай будет один, потому что, наверное, есть более дешевые аналоги, поэтому считаем за один. На завтрак до обеда он обычно уплетает целую консерву туны, обычную для людей, не для животных. Шесть банок туны стоят 1106 рублей. Соответственно, на 30 дней нам нужно 30 банок. Умножаем на 5, будет 5530 рублей. Каждая банка обходится в 184 рубля. Тут написано. Сравните с ценами в вашем магазине. Напишите, мне просто интересно, сколько у вас стоит подобная консерва. Кот также любит креветки. Если в доме появляются креветки, то кот, конечно, в ожидании и находится всегда на низком старте, чтобы попросить себе креветку. Когда в доме они появляются, естественно, кот угощается там 3-4. Он с удовольствием слопает. Но считать мы это не будем, потому что, если мы будем считать икру и креветки, мы можем выйти за пределы мрот. С обеда до вечера, до сухого корма, кот еще потребляет одну кошачью консерву. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Обратите внимание, что я ищу сначала дешевые, самая дешевая банка 176 рублей. Умножаем на 30, получается 5280 рублей в месяц. Подведем итог по еде. 12103 рубля требуется в месяц одному коту на еду. С едой покончили, теперь услуги ветеринара. Эти услуги довольно дорогие. Года 2-3 назад кот получал такие услуги, больше не получал. Было потрачено порядка 40 тысяч рублей на рентгены, уколы и так далее. В общем, если взять 3 года, то есть 36 месяцев, делим, соответственно, 40 на 36. 1111 рублей, дорогие друзья, в месяц примерно будет обходиться вам услуги ветеринара в среднем. Общий итог содержания кота 17 014 рублей. Честно говоря, экономил на всем, сами видели, самое дешевое смотрел. Честно, мне обходится дороже. Ну что, уложились в мрот? Да, в общем-то, уложились. Честно говоря, российского мрота вполне достаточно для кота в 1924 году. А вот в 1923 году, когда он был на 3000 меньше, ну, тут уже вопросы. И обратите внимание, для кота всего-то потребовалось 5 пунктов. А ведь мрот – это расчет для человека. И там далеко не 5 пунктов и даже не 25. Я не знаю, как считают люди, которые в Российской Федерации ответственны за минимальный размер оплаты труда, но, на мой взгляд, человеку этого явно недостаточно. А представьте гипотетически ситуацию, что у вас в доме не один кот, а два. Ну, или кот и кошка, как, например. Куда ты, собственно, например, побежал. Как, например, в данном конкретном случае кот и кошка. Ее зовут Анфиса. И Анфиса тоже не прочь подкрепиться, в том числе креветками. И она ходит в туалет тоже. Так что сумму, которую вы тратите на одного кота, придется умножить. Конечно же, ты не наелась. Вижу я, что ты не наелась. На, держи. Умножить, правда, не на два. Кошка ест все-таки поменьше. Но вот креветки побольше. Спасибо за просмотр этого видео. Для тех, кто дошел таки до конца, естественно. Всем всего хорошего! До хорошего!